ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 простите пожалуйста а как вы думаете люди будут ходить люди ходить как будут хорошо блокируется транспорт ремешочком не забывайте пристегиваться ремешочком а то потом лечить вас за государственный счет то есть за мой ремешочком когда едете за рулем а врать тоже школе милиции учат нет а где так сейчас кто-то ко мне обращается но сотрудник полиции чего дальше это все позвание вам замечание не сделал чем сотрудник полиции это все что вы должны сказать и рядышком не крат крайний был миша миша нет вон где где-то поехали что нарушителей снимаем у меня вот здесь все написано пожалуйста кто обращается оперативно-дежурное управление федеральной службы исполнили наказание по брянской области орел александр андрей андрей викторович это я главный редактор я специально консполент а что это за массовая информация такая роздержава роздержава и что вы хотите чё сливаем нарушителей ничего не хотят это не нарушение как-то служит у вас потом находит и что а что знак весит мигалок вроде нет да правда ведь отступать он не имеет права возможно и что-то привлекать интересно но как будто сотрудникам на и конечно и ты вызвали для этого конечно ну на главу глади нет какие машины вам мешают а вот мы на два пункта подошли и делали это служебная машина пойдемте дойдемте конечно вы не превышаетесь на вас не писать за превышение служебной полномочий без бездействия служебная машина не служебная машина если нет сигнала она привлекается ответственность а то получается здесь камера видите вы поставляете себя и помогаете за счет простите а один что бездействия был что-нибудь? не-не-не-не Пускай перезвонит да тивpez Товарищ майор, если служебно это можно нарушать? Я ж не знаю, сотрудник ГАИ есть. Сотрудник ГАИ, смотрите, у него водитель административный, а сотрудника уголовный, если он его не привлечет. Это как? В школу отъехал. Чтоб вы его прогнали, вы же в звании майора. Скажите, не нарушай, стоит знак. Давайте вы не будете указывать, что мне делать. А кто он будет? Почему он без головного убора? Вы почему без головного убора на улице находитесь? Представьте, с кем я разговариваю. На каком основании я должен вам представляться. Согласно статье 5, вы кто? 5-й человек. Вы кто? А вы? Что значит? Я журналист. Дорогов Александр. Замечательно. Это моя пресс-карта. Вы кто? Я старший оперативный дежурный управление. Почему без головного убора на улице находитесь? Потому что я увидел непонятных незнакомых людей. Да. И экстренно, выслушав на улице, чтобы подоплотить. У вас есть возможность экстренно так же обратно нырнуть и взять головного убора. Ну, вы можете мне указывать, что мне делать, хорошо? А кто вам может указывать? Мне, мой непосредственно руководитель. Нет, закон вам указывает. Закон вам указывает. Есть закон? Или вы закон не подчиняетесь? Я не могу бросить, возможно, место, где статья управления нарушения. Я должен убедиться, что здесь все в порядке. И хоть и одеться. Вы убедились? Нет еще. Вам долго для этого нужно? Не знаю пока. Деревять идет. А как фамилия ваша еще раз? Старший оперативный дежурный. Я. Фамилия? Федеральный служеб исполненный дежурный. Фамилия? Можете вы на сессию, пожалуйста, на его руках. Вы обязаны фамилию свою назвать? Кудренко. Кудренко? На вас будет написано заявление о привлечении вас к ответственности. Хорошо. По крайней мере дисциплинарной. Так как вы себя очень нагло ведете. Вот. И без главного убора. Хорошо. Кудренко. Это служебные номера такие, да, у нас? Да, рандомно стоят. А? Рандомно попались. Да. Клево. А почему вы позволяете себя нарушать? Ну, не позволяю. Там же знак стоит 327 с табличкой эвакуации. Тем более, ваш автомобиль не служебный. Служебный. А где спецсигналы на него? А на служебный 13-й спецсигналы вышел. Значит, вам не разрешено отступать от правил? Вот сотрудник у полиции разрешено отступать от правил? Он включил маяки и отступает. Он имеет право это делать. А вам, значит, не позволяют. Вы должны искать себе парковочку. Там парковка, тем более, есть свободная. Не знаю, зачем вы поставили именно так. Что происходит здесь, Андрей? Полный беспредел в Брянске. Почему? Потому что здесь справа от меня находятся учреждения, которые держат по страже людей еще не осужденных, то есть еще невиновных. Но рядом с этим зданием творится ад. Сотрудники, которые охраняют невиновных, сами нарушают. Ставят по 327 машинки с табличкой в классе. Мало того, вот эта вот черная машина, не посмотрел, какой модели, с номером 002, главное. Ford. Ford, да? Вот он. Наверное. Нам говорят, что она служебная, поэтому может нарушать. У нас другое мнение. Нарушать не может никто. В законе совсем противоположен. Да. Если только вы не отступаете, и у вас нет спецсигналов, то вы нарушите. Он говорит, что у меня есть спецсигнал, вот сотрудник полиции. Сотрудник, да, отступает. Вы не жми, это поработает. Вот он нарушитель. Я даже не знаю, какое звание. Говорю, какое у него звание. А он мне сказал, что вы сами должны разбираться. Но я не понимаю в этих званиях. Псиновский. Псиновский или вфсиновский. Как правильно? Псина или вфсина? Псин или псин? Без улыбки не могу отвечать. Ага. А вы не против, что я вас снимаю? Против, конечно. Замечательно. Все, расписывается. Расписался. Получил копию. Копию документа получил. И к тюрьму. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok